Какой сейчас будет риторика Кремля и вот на что он будет делать ставку, как вы это видите? Смотрите, на днях Дерипаско, олигарх, который приближен к Путину, он сказал о том, что осенью возможны какие-либо переговоры. Также на днях появилась информация о том, что Абрамович посещал российское министерство обороны и администрацию президента. Рассматривать ли это как звенья одной цепи и что теперь финансовые элиты в каком они положении? Да, это надо рассматривать как звенья одной цепи, потому что это примерно во все укладывается. И, кстати, это укладывается в то, что делает Путин с праворадикальным лагерем в Российской Федерации, то есть с зет-патриотами типа Гиркина, Привожина, Малафеева и так далее. То есть он, грубо говоря, на самом деле старается понизить градус зет-патриотов, потому что эти зет-патриоты на самом деле, они критикуют Путина, что он недостаточно хорошо ведет войну. А вот то, что мы увидели у Путина, то он гораздо больше его устоило бы сейчас перемирие. То есть, грубо говоря, снижение накала войны, и над этим работают и Дерипаска, и Абрамович, и другие, кстати, там, американцы какие-то, и немцы, и кого только нет. То есть все пророссийские агенты влияния на Западе сейчас пытаются поднести, и не только на Западе, но и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, что хватит уже класть жизни, нужно, значит, сделать перемене, чтобы этот конфликт приостановить, и потихонечку, чтобы он рассосался сам собой, или, по крайней мере, стал так же, как корейский, то есть вроде разделения есть, но войны нет. То есть, вот это у Путина, и Путин это доказал, потому что он ликвидирует националистический и фашистский лагерь справа от себя. И в этом смысле ликвидация Пригожина тоже укладывается в эту логику. Вы говорите о пророссийских агентах, да, и главных агентах Кремля на Западе. Если брать Соединенные Штаты Америки, вот кто тут главным является пророссийским агентом? В Соединенных Штатах Америки пророссийских агентов огромное число. То есть, во-первых, есть Трампы, трамписты, это самые ярые агенты пророссийские. И с другой стороны, есть пророссийское крыло даже в самой Демократической партии. То есть, вот условно, есть два лагеря, и лагерь, допустим, Джека Салливана, и, значит, директора ЦРУ является условно лагерем соглашательским с Путиным. Хотя, в общем, конечно, они не так, чтобы пророссийские, но они вот тоже выступают за какие-то там переговоры, за то, чтобы чего-то там рассматривать, какую-то позицию Российской Федерации. Вот так можно было бы сказать. О Медведеве еще хочется поговорить, особенно в контексте его последних заявлений, где он сказал, что Россия может присоединить Абхазию и Южную Осетию. Как это рассматривать? С чем связана эта риторика? Я бы сказал так, что сначала, прежде чем Медведеву высказываться про Абхазию и Северную Осетию, он должен пересесть на российский автомобиль, потому что он нарушил заветы великого фюрера Путина, который сказал, что все чиновники российские должны ездить на российских автомобилях. Медведев на форум «Армия-2023» демонстративно приехал на немецком «Мерседесе» автомобиле фирмы «Мерседес» страны НАТО Германии, которая продолжает оказывать огромную военную помощь Украине. Поэтому Медведев все, что он вякает по поводу независимости и чего-то, он сначала пусть соблюдает заветы фюрера, а потом уже доказывает свою преданность Фюдору другим. То есть сначала на деле, а потом на словах. А в этой риторике и в этой статье это еще одна из возможностей доказать свою преданность? Вот вы это видите? Конечно. Медведев вообще, вообще не Медведева, Путин отставил. Медведев был аж президентом Российской Федерации с 2008 по 2012 год, а потом аж целым премьер-министром. А потом он надоел Путину, и Путин его отставил. И Медведев, строго говоря, вообще не играет никакой политической роли, хотя он числится председателем партии «Единая Россия» с миллионом членов. Что он там делает? Ничего он не делает. Что он там значит? Ничего он не значит. Потому что в сентябре 2021 года, когда были парламентские выборы, Медведев даже не входил в пятерку от этой партии. Туда входил Шойгу, кстати, а вот Медведев не входил. Лавров туда входил, а Медведев не входил. Поэтому Медведев – это абсолютный ноль. И для того, чтобы попытаться доказать Путину, что он не полный ноль, и что он готов всегда вернуться в обойму на первые роли, хотя он числится, кстати, пятым номером после Матвиенко и перед патриархом в государственной иерархии Российской Федерации. Но на самом деле он на полный ноль. И единственным способом вернуться в обойму для него является высказывание самых радикальных взглядов. Вот поэтому Медведев постоянно говорит о бомбежке атомными бомбами Вашингтона, Бона, там, я не знаю, Парижа. Поэтому несет полную чушь, абсолютно, хуже, чем Соловьев. Потому что, чтобы доказать Путину, что он буржуинский, что он свой, что он хороший, и что его можно тоже использовать. Но Путину на это дело плевать. И Медведев, это, кстати, совершенно не понимает, что он никогда не вернется ни на какие государственные посты значимы. Кстати, вот вы уже немножечко упомянули о саммите БРИКС. Каков главный итог его в этом году, как вы это видите, это во-первых. И параллельно с саммитом БРИКС что мы наблюдали? Наблюдали космическую борьбу за кто первый высадится на Луну. Да, крах России, триумф Индии. Вот это будет иметь какое значение в дальнейшем, в развитии и в том числе вот этой гонке? Значит, саммит БРИКС вообще это отсутствие события. То есть это не событие, никакое не событие. Главное событие, что Путин туда не поехал. Вот это главное событие саммита БРИКС. Потому что все остальные собрались, произнесли дежурные речи, которые ни к чему никого не обязывают, послушали Путина с измененным голосом, не увидели Путина физически, посмеялись над Лавровым, который пытался сделать селфи с танцующими национальные танцы негритянцами. Вот и все, на этом все дело закончилось. Но у этого саммита есть единственный, конечно, положительный результат. Это то, что БРИКС разрастается. То есть принято решение, вроде бы, правда подтверждение официального я еще не видел, но вроде бы принято решение, что туда примут Иран, Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Эмираты и еще кого-то. Вот если это состоится, то это будет единственным положительным результатом всего этого саммита. Но опять же, БРИКС это не идеологическая организация. То есть, строго говоря, это вообще организация, которая ничего не решает. Это чисто экономическое сообщество, которое пытается надувать щеки и говорит, что они сильнее, чем большая семерка, большая двадцатка и так далее. То есть это, на самом деле, такая пустышка, которая просто позволяет людям ездить на какие-то саммиты, вкусно есть, красиво сниматься в красивых костюмах, в галстоках. Но, на самом деле, это все туфта абсолютно. А космическая гонка – это совсем другое. Российская Федерация давно перестала быть значимой космической державой. То есть она живет на том, что у нее еще остается от Советского Союза. Старые ракеты «Союз», старые ракеты «Протон», которые старые, но летают. Дальше все, что новое создается Российской Федерацией, оно все создано из зарубежных компонентов на 90-95%. И все это работало до тех пор, пока были договоры о кооперации с Европой, Соединенными Штатами Америки, с Индией, с Китаем, с кем угодно. Но как только Россия попала под санкции, все ее программы вообще умерли. У Российской Федерации группировка космическая спутниковая была два года назад всего 104 спутника. Каждый год выбывает примерно по 10 спутников просто из-за старости. И Россия не может их восстановить. И таким образом Индия, которая была еще там 15 лет, 20 лет, 30 лет назад отсталой державой, стала гораздо значимой космической державой по сравнению с Российской Федерацией. Не в том смысле, что они большим объемом запусков обладают, хотя и это тоже. Но у Индии, например, она построила себе пять абсолютно новых ракет-носителей, причем разных абсолютно тоннажей, и запускает свои собственные спутники, свои собственные ракеты-носители. И в этом смысле Индия опережает Россию, потому что у нее все новое продолжает создаваться, а у России все старое умирает, а нового ничего нет. И вот в этом смысле, конечно, Индия опережает Российскую Федерацию. Хотя по объемам, возможно, еще Индия еще не дошла до Российской Федерации. Надо посмотреть по цифрам, я их не очень знаю. Но вот, допустим, лунная программа российская, это вообще ничего. Это там говорили, что максимальные цифры это 12 миллиардов. Что такое 12 миллиардов по нынешнему курсу? Это сколько там получается? 120 миллионов долларов? Это вообще ничего. Это вообще ничего. У Илона Маска, у Российской Федерации там 100 спутников, у Илона Маска 2500 спутников, частная компания. У нее во сколько там, в 25 раз больше спутников, чем у великой супердержавы Российской Федерации, которая запустила там Гагарина, спутник, там, я не знаю, луноход и прочие всякие вещи. Все, Российская Федерация, космическая держава давно в прошлом. Скажите, Сергей, ну а вот почему Россия так спешила высадить эту Луну 25 на южный полюс Луны? В чем продиктована эта спешка? Только ли каким-то символизмом? Потому что, опять же таки, это все совпадает с датами, когда проходил саммит БРИКС. Да, безусловно, и Россия, и Индия подгадывали, значит, проведение своей лунной программы под саммит БРИКС. Это безусловно. Здесь просматривается явная совершенно вещь. И то, что Индии это удалось, и ей было приятно, а России не удалось, и это было ей неприятно, это всем понятно. Вот, у России лунная программа вообще это возрождение старой советской программы. То есть Луна 24 была запущена в 76-м году. Кстати, Российская Федерация в этом смысле пытается надувать щеки, что она является продолжателем Советского Союза. На самом деле она никаким продолжателем не является. То есть либо это новое государство, у которого с нуля начинается лунная программа, и тогда первый ее запуск, Луна 1, Россия, был неудачным. А если это был еще к тому же, но с надуванием счет продолжения советской программы, то это еще хуже. То есть 50 лет после советской программы, первый же запуск Луны, Российская Федерация профукала. И здесь мы вспоминаем Рогозина, который обещал пересадить на Луну чуть не половину населения Российской Федерации, колонизация, новые ракеты-носители, сверхтяжелая ракета Федерации, там, я не знаю, там, чего только не наговорили. На самом деле все это абсолютная туфта. Сергей, благодарю вас за интересный обзор, за то, что находите время и возможность присоединяться к нашим стримам. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. Спасибо. Сергей Жирнов был разуме с нами у Типури. Традиционно закликаю наших глядачев підтримать этот стрим своим лайком, комментарием. Если есть какие-то вопросы до Сергея Жирнова, так же можете их послать. Объясново мы говорим в наших наступных стримах. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал сейчас. Дякуем вам за зворотный звездок и цянуем этот зворотный звездок и с каждым из вас нашим глядачей. Субтитры создавал DimaTorzok